Всем доброго времени суток, друзья! Здравствуйте, гости и подписчики моего канала! Сегодня у меня видеообзор тех воблеров, про которых я уже давно говорил. И все никак у меня не срасталось рассказать про них. Это воблера Цуйоки. Это не новинки на рынке. Для тех, кто, скажем так, давно занимается рыбалкой. Ну, не секрет, что они появились у нас далеко не один год назад. Было большое сомнение по поводу работоспособности, качества этих воблеров и прочего, и прочего, и прочего. Сколько было сломано копий на разных форумах по поводу того, что стоит ли покупать, стоит не покупать, работа же не рабочая. Все это время в далеком прошлом, уже все прошло. Скажем так, многие, в том числе я, убедились на собственном опыте, что воблера рабочие. Воблера давно на рынке. На них ловятся, клюет рыбка. Ну, скажем так, некоторые из них гораздо, ну, не гораздо, но не хуже, чем оригиналы точно. Хотя говорить такое нельзя. Ну, YouTube не приветствует. Но, тем не менее, скажу так, для тех, кому интересно, на Харспине, это Харьковский рыболовный форум, один из самых крупных в Украине, есть отдельная веточка посвящена воблерам Цуёки, и там есть, как бы это так нежнее, толерантнее сказать. В общем, какой из этих воблеров, скажу, очень толерантно, похож на другой. Ну, вот, в частности, в руках у меня сейчас воблерочек, который, ну, разве что только человек, который только пришел в рыбалку, не догадается, на что он похож. Это на Смитовский камеончик воблера. Вот сейчас я вам расскажу. Вот в этой расцветке вообще огонь по голове. Это просто, а, кстати говоря, называется он Fugas 32F. 32 миллиметра, 2,6 грамма, 0,2-0,6 метра. Я вам сейчас ничего нового про эти воблера не расскажу. Я вам просто покажу, просто в руках, для того, чтобы вы убедились, хотя и убеждать мне никого не нужно, в качестве этих воблеров. Это просто огонь. Вот, посмотрите, вот так выглядит этот воблерочек. Ну, я же говорю, что те, кто давно ловят головлика, вот смотрите, крючочки, да, виснут. На этом самом, на речках, там, другую бель, давно знают эти воблера. То есть они являются, скажем так, достойной, ну, не скажу заменой. Нет, всё-таки я скажу. Это будет достойная, ну, гораздо дешевле вещь, чем, допустим, тот, который стоит, ну, 200 с лишним ривень. Скажем так, 8 долларов и там 4, это разница большая. Сейчас я вам просто показываю в реальном времени, в реальной жизни, какие вот цвета существуют. Я не все брал цвета, конечно же, на все. Я давно, как бы, вот, ну, как бы, суйоки у меня есть, все знают. У меня был на них обзор, только не на эти, не на кренки, а на минохи, которые там большие, да. И вот, ну, давно я с ними знаком, если в больших воблерах, в некоторых сериях приходилось вот сюда капать клея, вот сюда, там, в зависимости от какой воблер. Ну, бывало такое, что были проблемки, пьют воду. То вот в кренках этих проблем нет. Вы посмотрите, какие расцветки. Я, когда зашел, вот, ну, давно не заходил на сайт Цуёки, да, и вдруг зашел на их ница. Я был, сайт, я просто был поражен. И улыпало, думаю, какие молодцы, какие эти самые расцветочки ребятки сделали. Вот сейчас вам покажу еще одну. Это далеко не все, что там есть. Я просто брал то, что, ну, как бы, подходит под мои условия, под мои реки, под те условия, где я буду ловить. Хотя, ну, и с надеждой на то, что куда-то поеду, тоже, посмотрите, а. Ну, только посмотрите. Ну, если еще кому-то, кого-то, чего-то надо доказывать, то я уже не знаю, чего. Так, ну, смотрите, вот, цвет воблерочка, да. Это у нас Агент 36F. Ну, F, я надеюсь, по воблерам никому ничего не надо рассказать. Что такое флатинг, что такое синкинг. Флатинг это плавающий синкинг, тонущий. Есть разные заглубляемости. Видите, только досталось коробочки. Посмотрите, какой цвет этого кренка, а. Ну, если кому-то это не нравится, пусть, я не знаю, вот, даже не знаю, как сказать. Пусть бросит первый камень меня, если кто-то скажет, что это плохой воблерочек. Вот. Это просто огонь, а не воблера. То есть, очень достойная вещь. Так, я буду так хаотично, вот как я их выложил, так-так и буду снимать. А вы уж сами смотрите. Вот, буду показывать вот так вот. ТСР-очка. Господи, не хотят они доставаться. Вот название воблера в коробочке, да. Swing SR35F. Просто хочу вам показать. Вот это матовое. Ну, в моем понимании это так. Либо снулая рыбка такой цвет, да. Либо подселедочку. Ну, огонь, просто огонь. То есть, ну, для любителей, тех, которые понимают, о чем я говорю. Малые реки и так далее. А я в этом году, ну, надеюсь, что мы погацаем по этим рекам. Вот. Половим того, чего нам хочется. Во всяком случае, на тех местах, которые еще не убиты, я надеюсь. Посмотрите, вот цвет. Кстати, вот такой цвет, есть у меня обзорчик на воблер Цуриноя, да. Который, ну, скорее всего, Диконтакт. Похож на Диконтакт, скажу так. Вот такие вот расцветочки. Ну, как это? Ред Фьюри или как их назвать? На дикой форели, на мелких реках работают великолепно. Великолепно. Вот. Это я просто, ну, как бы, ну, распаковываю, чтобы это все было, ну, не голословно. Я вам показываю. Вот такой вот воблерочек. Я думаю, что любители рыбалки на головля сразу узнают. Мгновенно. По очертаниям, что это, как бы, за... Ну, ладно, скажу так. На что он похож? Чабик, да? Ну, ладно, я не буду говорить, потому что это не приветствуется и так далее. Вот такой вот цвет. Вот эта вот зелень, кстати говоря, по головлику тоже стреляет очень даже регулярно. И я заметил, что, ну, не знаю почему, может быть, это только у меня. Как бы, из моего личного опыта, на вот такой цвет, именно на зеленый. Вот если есть еще... Нет, у меня... А, вот. Вот. Смотрите, вот еще. Ну, это диповый. Ну, вот такой цвет. Сейчас я его раскрою. Я не знаю, почему, или... Ну, только у меня такая, как бы, тенденция. На такой цвет, на вот таких вот кремках, почему-то клюют головли немножко крупнее. Вот. Вот такой вот цвет, когда вот... Бывают белые пятнышки. Белые тоже очень хорошо. На таком болотно-зеленом. Я блесно крашу именно под головля вот в таком цвете. Ну, я глазками делаю там белый этот. Но вот этот цвет очень-очень зачетный. Очень зачетный. Это... XD-шка. Ну, лопата, видите, какая-то. Дип. Дэ, это дип. Диповые, да? Дип, значит, заглубление. Значит, вот такой вот под Юзурика 45 L-Minow. Сейчас вам покажу. Я уже так ляпаю языком. Ну, ладно, бог с ним. Надеюсь, бог не выдаст, свиня не съест. Смотрите. Вот, кстати, ну, вот я не знаю, почему вот по Юзурикам, да? Ну, не обязательно, скажем так, оригиналам. Но и копиям или там репликам, как бы правильно было назвать. О, уже поймался. Вот. На них очень охотно клюет и другой хищник. Не только голову, лед, щучка. Притом Юзурик маленький. Там вот на 33 или какой он там, 34, я уже не... По-моему, 33 Юзурик. Очень даже нехило клюет рыбка, ну, которая, ну, до килограмма. А может быть, даже килушная бывает попадает. Ну, я не знаю, чем он ей нравится, но бывает нравится. Вот. Гном 45 SS, 45 миллиметров, 5,5 грамм, 2,5 метра заглубления. Помневаюсь, что на 2,5, но, тем не менее, так написано. Так, опять еще один свинг. Так, вот, сейчас все это откроем, покажем. У меня такая лопаточка, эпоксидку замешивать. Так, не удивляйтесь. Вот такой вот цвет, натуралочка, желтая головка, глазки. Посмотрите, вот качество лакокрасочного покрытия, крючочков. Кстати, я рекомендую после покупки на вот таких вот кренках, вот эти вот крючки, хотя бы один задний, заменять. Но обратить внимание на то, чтобы само цевье крючка, тройника, да, было коротким, а сам тройник больше. Потому что очень много холостых поклевок. Вот этот можно оставить брюшной таким, как есть. Главное, чтобы они вот так вот не цеплялись. Потому что при забросе, когда ставишь очень большие тройники, и вот этот, и вот этот, сходов меньше. Но они, бывает, цепляются, и много холостых забросов приходится вытягивать. И, как бы, ну, распутывать эти тройники. Это я так, ну, как бы, из собственного опыта. Вот такой вот ваблерочек. Агент СССР 36F. Агент у нас уже был. Ну, это ССРочка. Посмотрите, вот сейчас, как он выглядит в жизни. Натуральный такой барбос, да. Смотрите, классная расцветочка, да. Ну, тут более-менее, хотя тоже можно один поменять. Вот. Или тогда снять вообще вот этот, а здесь поставить чуть больше якорь. Сильно на игру это не влияет. Но, в принципе, в принципе, я говорю, холостых поклевок будет меньше. Поскольку тройнички, конечно, это вещь такая сугубо индивидуальная. Но частенько бывает, что они вот так вот цепляются. Вот так вот, сейчас покажу. Вот. И уже все. Проводки нет нормальной. Это вот чабик. Посмотрите, диповый вариант, да. Супер. Супер раскраска. Вот эта вот раскраска, не знаю, у меня в Германии на Ленке по дикой форели вообще работала огненно. Огненно хорошо работала. Прям сказочно на вот этом вот воблерке, про который я вам говорю. Пока не планирую, конечно, вот летом съездить именно на форельку, на дикую. Но не знаю, как получится. Тут загадывать не буду, ничего. Это, как говорится, такой. Вот стандартная рассветочка. Она типа мотайгер, только без желтого. Только брюшко желтое. Вот сейчас покажу. Это тоже свинг, посмотрите. Ну, кто не ловит, кто не знает про эту рассветку. Рассветку. Господи, я так увлекаюсь, я даже не вижу, что я там снимаю. Надо камеру выше поднять. Вот. Про вот такую вот рассветочку на воблерах. Особенно на как скрэнк, кстати. Это, кстати говоря, очень интересный, универсальный воблерок. В том смысле, что на него можно ловить и белого хищника. И очень даже нехило ловится на него обычный хищник. Вот такой вот гномчик взял. 45 ССочку. До двух с половиной метров. Ну, цвет. Ладно, вскроем и его покажу. Все равно все это поедет в коробку. И в пачечках оно только сегодня для презентации. Вот такая вот рассветочка. Золото с черным. Очень интересно сделать. Я говорю, я когда зашел, раньше у них вот, ну, тогда, когда я покупал вот такие вот минухи. Это было, я не знаю, сколько лет. Но у меня есть старое видео. Я вставлю либо в описании ссылочку, либо вставлю подсказки. Вот я не знаю, передаст ли камера вот этот вот цвет, да. Это не черный. Это такой фиолет, виолет, фиалка. Ну, в общем, кто ловит головля, знает. Иногда он работает, ну, на каком цвете. Ну, очень любит вот такой вот цвет, да. Это розовый с фиолетом. То есть, это благодаря тому, что, наверное, на генетическом уровне они едят шелковицу под деревьями, где шелковица свисает над водой очень часто. Или другая рыба. Сладкоежки любят, а не сладкие вещички. Вот, очень обалденный цвет. А его, когда увидел, тут же сразу захотел вот этот воблерочек. Посмотрите, какой расцветки. Огонь. Бог даст, съездим на головля. Все это полетит в воду, все это попробуется. Конечно, калибло никто не отменял, но такие воблерки не бросать невозможно. Вот такой цвет, кстати говоря, очень универсальный. Очень хорош, мне очень нравится вот этот вот цвет. Золото. Ну, под форельку я его по-другому не называю. Обалденный цвет. Это тоже агент 36 СР. Это тоже вот агент. Ну, я же повторюсь, я брал только те воблера, которые я четко знаю, что будут в моих условиях. В моих, повторюсь. Классно работает. Вот, посмотрите, а. Цвет. Цветовая гамма. И качество исполнения. Мне, ребят, все-таки, я вот вспоминаю на одном из формул, правда, не про Цуёку, был такой свалка, а про Касадаку. Значит, спор зашел из-за чего? Из-за того, есть ли там система дальнего заброса. То есть, тогда только она появлялась, я не помню, это лет 10 назад было. Ну, точно уже не буду говорить. Вот, воблерочек Шеф 38F, 38 миллиметров, 4,3 грамма, 0,3-0,7 метра. Цветовое решение. Вот такой цвет, ну, молочно такой, я бы не знаю, какой, я не художник, я не могу сказать, какой это цвет. Частенько, частенько, в тех местах, где есть, очень нравится жереху. И даже на колебле, вот жалко, я быстро не могу показать, мне один хороший человек, Сергей Николаевич, подарил колебалочку 24 или там 22 грамма из чистого серебра. Вот она по жереху, ну, просто в фаворитах. Вот именно вот такой вот цвет, переходящий молоко, ну, не могу объяснить, как, интересно. Вот, так я продолжу по поводу Касадаки. Такая была свалка, рубились, переходили наличности, наличные оскорбления. Ну, все, как у нас, как у европейцев, скажем так. Пока не довели одного человека, который доказывал, что есть, вот я купил, она не может быть за такие деньги. Он взял дремелечек, взял воблер и распилил его вдоль. То есть, он не стал краску обдирать, потому что обдирал краску, это ни на кого не это самое. Ну, многие знают, это, как бы, много принимало участие людей. Он взял вот так вот, все разрезал. Ну, так как, если вы знаете, воблер делается из двух половинок. Потом клеится и сначала оснащается, потом клеится, потом на покраску. Раскрыл и сфотал для людей, которых я называю Фома Неверучий. Обалденный цвет, матовая зелень, это вообще сказка. Вот, в агенте. И только после этого, вот эти самые, как бы, упертые, которые, вот, ну, не может такого быть, все остальное, главное, надо только Япония. Ради бога, тебе нравятся такие женщины, живи с такой. Нравятся другие. Хочешь только японских, ради бога. Вот, смотрите цвет, а. Короче, вот сейчас, уже по истечении, там, времени, когда на нашем рынке Касадака не вызывает сомнение, Цуёки не вызывает сомнение. То есть, это давно зарекомендовавшие себя правильные торговые марки, которые выпускаются не где-то там в гараже, да. Это хороший фабричный Китай, хорошее качество. Вот, а когда-то это все было в новинку, когда было завалено все воблерами за 3 рубля ведро. Вот, как вот у Кузьмина есть, да, воблер, зеленый воблер из коробочки. Вот так можно было два ведра купить и два ведра выбросить. А можно было купить и потом всю жизнь ловить. Так, ну, традиционно вот такой вот цвет. Сейчас я вам покажу. Это тоже шеф. Смотрите, вот, видите, вот, надеюсь, камера показывает, он такой просвещающийся. Тоже зачастую, иногда, вот, как бы, выручают здорово именно такая вот рассветочка воблера. Значит, ну, это такая же, только это шафер, да, или, ну, если я правильно читаю, вот, ну, вы поняли, о каком воблере идет речь, на что оно похоже, да. Ну, вот такая тоже, это гномик. Эту я не могу не открыть, не показать. Это кто любит юзурики, да, Элминову 33, вот, все знают эту рассветку. Там немножко по-другому сделано, но светосочетание черное и золото, плюс вот такие-то все матовые, ядрено-красные глазики. Смотрите, какой шоколад, а, брюшко, это все работает великолепно. По головлю, если есть на малой реке, жерешок откликается, и изек, и так далее. Оса. Был у меня когда-то воблер, один из любимейших от Strike Pro. Господи, как же он назывался? Забыл, маленький такой, но сейчас он на него ценник непомерный, то есть, не как на, ну, скажем так, на другое, да. И вот цвет оса, я не знаю почему, именно щучка. Мелко щучка любила очень здорово, а тут, видите, какая оса, переходящая в темно-зеленое. Ну, не знаю. Вот, по идее, должно передавать. Ну, вы посмотрите, вот я же говорю, что не первые пятилетку на нашем рынке, вот такие вот воблерочки под такой торговой маркой. Вот это вообще для меня был цирк. Я никогда не ожидал, что у нас выпускают Касадака. Ну, я же говорю, давно Касадака, прошу прощения. Фугас 36F. Что у нас этот самый Цуёки выпускает вот такую вот, всё-таки времени нет, да. А так, конечно, вот на сайт зайдёшь, потом не можешь остановиться, да. В корзину, в корзину, в корзину. Посмотрите, какой цвет. Ну, Немо, да. Рассветочка. Притом, это не сильно всё блестящее. Вот. И взял один-единственный из миног, потому что и так взял полный ящик. Ну, это уже традиционно, вы знаете. Год 90F, флатинг. То есть, флот плавающий. Синкинг тонущий, флатинг плавающий. Ну, с поводком, по идее, он должен быть суспендером. У меня уже был такой воблер. И не один, только в других расцветках в тёмно-фиолетах. Это я взял традиционный мотайер. Вот, под щучку на малых реках. Запасной хвостик. Что очень приятно и очень радует. Ну, это воблер, который уже давно притчевает в зыцах. Но им надо уметь проводить. Впервые, когда я его взял в руки и несколько сделал твичевых движений, я понял, что это не моё. То есть, это вот, ну, мы привыкли, вот, когда в начале твича, это всегда была активная пауза, потом длительная, потом активность. С этим воблером надо играться. Этот воблер любит очень плавную игру по тяжечке. Он, как бы, замирает, зависает. То есть, вот, им надо уметь ловить. Ну, те, кто, кому этот воблер, ну, как бы, ну, не по душе пришёлся, неправильно говорю. А кому, кто это понял, этот воблер, как с ним надо работать, ловит без проблем любую щуку пассивную, активную, такую, какую есть. Вот такой вот у меня скромный наборчик появился. Повторюсь, ничего нового вам не рассказал по этому поводу. Просто показал, что есть альтернатива очень дорогим вещам, очень дорогим, которые продаются, ну, сейчас, учитывая курс. Из последних новинок в скором времени сниму видосик по вот этому ножу. Очень доволен. Купил ещё в январе, ну, как купил, мне подарили, но выбирал его я сам. Вот. Очень понравился. И совершенно недавно, если вам интересно, могу заобзорить вот такую хрень. Случайно на Фейсбуке в рекламе, там, только для вас скидка с 1000 гривен на 460 или на 600, не помню. Ну, я ж парень такой загуглил. Смотрю. А, на 600 было, да. Я посмотрел, есть по 400. Рылся, рылся, уже хотел плюнуть. Когда, опа, 190 гривен. Ребята, ну, грех не купить за 190 гривен. Вот. Вот такая вот песня. На этом всё. Было много вопросов, вернее, просьб снять видосик про МАХ. Обязательно про МАХ тоже сниму видео. Просто всё это произойдёт в ближайшее время. Но каждый день всё равно снимать и выкладывать не могу. Спасибо вам всем, если вы были со мной. Всем мира добра, имейте в виду. Всем до новых встреч.